Собаке по кличке Эрика всего два года, но только по одному слову хозяйки она может слушаться и других людей. Слушайся. Эрика, лежать. Катя взяла Эрику из питомника, когда щенку исполнилось всего два месяца. И вот уже почти два года они неразлучны. Вместе живут и занимаются. А для успешной дрессировки тренируются каждый день, утром и вечером. Я провожу кормом вот так. Когда она только зайдет за эту ногу, я поощряю ее сразу. Это были первые у меня уроки. И вот опять так. Тут я могу ей дать два или три корма, потому что она уже почти все прошла. Далее я уже начала делать без команды, еще вот так вот проводить пальцами. И тут я поощряла несколькими кустами, и там, да, молодец, или могла так гулять. Как утверждают уже опытные кинологи, для собак и их владельцев обязательно нужны развлечения. Например, выучить не только основные команды, но и пару акробатических приемов. Конь. Кинологи говорят, главное в дрессировке не агрессия, а позитив. Четвероногие чувствуют любовь хозяев и в ответ бесконечно преданы им. Правильно выполненное действие всегда должно быть подкреплено лакомством, игрой, апортировочным каким-то любым предметом. И все это должно быть на позитиве, чтобы был постоянный позитив, эмоции больше вкладывать в собаку, соответственно, и она отдавать тебе темно самым будет. Но учат собак не для развлечения. Найти взрывчатку, наркотики или человека для них не составляет труда. Мы учим собак по слушанию, то есть нормативы ОКД общего курса дрессировки. Также собаки после тестирования учатся определенной специализацией. Кто-то работает по разыскному профилю, кто-то работает у нас по поиску людей, потерпевших, потерявшихся. Кроме этого, собаки работают по поиску различных веществ. В среднем собаки служат 8 лет. Кинологи своих питомцев не бросают и на пенсии четвероногие чаще всего живут у своих инструкторов. Валерия Каратуева, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.